Ну-ка, смотрим. Ну, по-моему, нормально. Ну-ка, вот отсюда. Во, слышь, вообще нормально стреляет. Да, все правильно с вылетами получается. Ну, я понимаю, но хотя бы, хотя бы оно не торчит из крыла, это уже успех. Спустя много-много лет занятий дрифтом наконец-таки появилась возможность сравнить супер дорого и богато PlasmaMan впускной коллектор 2JZ и супер народное решение китайский коллектор 2JZ. Сейчас мы посмотрим, чем же они отличаются в пять раз по цене и почему вот это дешево и трескается всегда, а вот это дорого и работает годами на всех топовых тачках. Антон, первое впечатление, он смотрит внутрь. Давайте сразу посмотрим, что у нас вот здесь. Сразу видно, что все это подготовлено. Ну-ка, давай посмотрим. Покажи мне дырку там. Не, ну тут, кстати, более-менее, да. Нормально, похоже. Так, пока цена не обоснованная. Этот наполирован лучше, вот видно, в принципе. А этот просто мат, и он даже не полированный. Блядь, ну я преимущество китайскому коллектору хотел найти. Он зацарапается быстрее, наоборот, я больше за это. Отлично. Преимущество найдено. 1-0. Фу, блядь. Фланец, фланец. Смотри, фланца, пизда. Что значит? Но нету плоскости, видишь, он в каких-то точках. Ага. То есть, он будет... А, он по доринку, в принципе. Но все равно видно то, что это. И вот этот вот тоже. Ну вот видно, рыдвинки какие-то вот эти вот, да? Они, в принципе, по всему коллектору. И вареные полуавтомата, вон, видишь, брызги от сварки. Ага. Ты брызгаешь, когда варишь? Нет. Ага. Антон не брызгает, знаете. Так, теперь посмотрим здесь. Покажи те места, которые мы только что смотрели здесь. Сварочка. Ну тут видно, видишь, без всяких брызг. Тут не набрызгали. Да, да. Кроме того, вот эта история цельно фрезерованная, вот посюда. Соответственно, вот это все один кусок алюминия, а вот это уже к нему наварено. А здесь, получается, вот досюда наварено, вот эти вот отдельно приварены, да, и фланец типа. Правильно? Да. Ну давай еще покрути что-нибудь, давай подорочим. Давай. Почему здесь такой огромный фланец, а здесь такой маленький? Хуй знает. Блядь, такое-то интервью, ебать. Вот с тобой только, блядь, обзоры коллекторов снимаются. Просто а это что, да хуй знает. А это что, да и вообще похуй. Ну-ка давай фланцы рядом поставь. Вообще тут с запасом, видишь, не пожалели. А тут прямо это тоненько. Да. Ну, это хуёво. Может они просто... А, ну да, нет. И сверху, и снизу. У них здесь запас. Ты что там Саня увидел? Типа прокладку могут, да, выдавать? Да, полированный еще вот этот плюс. Ну да, плоскость прилегания, она в этих местах есть вероятность, что поведет очень быстро. То, что видишь, тонкая стенка. Фланец или что? Да, фланец, фланец, плоскость. Ну, он еще не такой тонкий, обычный, более тонкий. Но его же надо нагреть еще каким-то образом. Но он греется от башки у тебя. 50 тысяч, 250 тысяч. Это 50 тысяч, что это всего лишь? Да. Всего лишь. Всего лишь 50 тысяч. Ну, именно поэтому их народ и берет, потому что они бюджетные, и когда ты там начинаешь 600 плюс дуть, надо больше воздуха, и поэтому нужен впускной коллектор. Но мы-то, получается, как бы улетаем уже в космос, поэтому нам всякая вот дешевая шваль нас не интересует. Мы ставим только топовый компонент, потому что у нас в команде топовый передоз. В команде. Я сказал, что ты у нас в команде. Блять, слюнька твоя. Стенка вот здесь тоньше, чем здесь. И прикол цельнофрезерованной детали в том, что она у тебя не в напряге, потому что когда ты деталь свариваешь из нескольких, у тебя металл ведет, и на данный момент стопудово какие-то части в напряге. И когда нагревается, еще сильнее ведет, и из-за этого начинает трескаться. А этот, короче, чисто на расслабоне не напрягается по жизни. Да, да. Отлично. А вот это, почему здесь такие вот эти штуки есть? Это может под второй ряд форсунок задумано. Но может под какой-нибудь метанол. Мы, короче, не настолько еще обученные специалисты, чтобы понимать, для чего это. Если вы знаете, пишите комменты. А там есть такая? С другой стороны, давай посмотрим. Нет. Нет, не предусмотрено. Получается вот 2.0. А, ну и плюс цельнофрезеровка. 3.0 в пользу дорогодолларового коллектора. Получаешь 3 в пользу коллектора и платишь 5 в пользу своих денег. А почему вот здесь есть такая штука, а там нету? В смысле есть? О, появилось. Подожди, а почему здесь есть? А, там тоже есть. Это под регулятор холостого хода. А здесь что нет? Не надо. Не надо? Ну, это под сток. То есть, когда ты будешь 250, как бы, регулятор холостого хода? Да, нахуй не нужен. Понятно. Это же под электродролик. Да, да. Здесь даже кронштейна нет под тросик. Да. Здесь должен быть. Здесь есть, да. Вон у чё, Михалыч. Вы видите, сколько тонкостей в какой-то одной детали, которых в машине миллионы, миллиардов. Ну, в общем, ладно, всё. Это нахуй выкидывайте, а это берём. Так, ну вот она, наша новая машина взамен белой пятнашки. На GZ, на Sequentale. Чтобы не перестраивать всю тачку, как это надо было с Сильвией делать, здесь оно всё уже установлено. На левом руле, на Вайсфабе, что, в принципе, для арендной машины и даже круче, потому что людям прочее на левом руле ехать. Быстрее на Sequentale переключаться. А нам, как команде, проще всё это сопровождать, когда здесь стоит GZ, потому что насосы ГУРа, разные там комплектующие. И, в принципе, GZ-ами мы двигаемся, они есть в зипе. И это наш универсальный мотор, который здесь уже готов. Вот так всё это выглядит. Немножко мрачновато. На красных катушках ваговских сток-коллектор впускной, 30-я турбина в непонятном состоянии. И предыдущий владелец, Игорь, Августенович, он жаловался на то, что она поздно едет. Хотя тридцатка, как бы, у нас на всех тачках стоит, и она не должна поздно ехать. Это вообще считается ранняя турбина. Ну, то есть, рано выходит на буст, и рано начинается мясо. А не где-то там ближе к 4-5 тысячам оборудования. В общем, мы посмотрим по поводу выпускного коллектора. У нас уже есть альтернативный вариант, который мы можем сюда применить. Также тридцатку Гаррета поменяем на тридцатку Юр Майлс, про которых я вам говорил в прошлом выпуске. Ну и, в принципе, я думаю, что мотор мы даже отсюда не будем вытаскивать. Прям так возьмём, подкинем, обслужим, прольём форсы, проверим катушки, что тут ещё. Единственное, заморочимся точно интеркулером, потому что китайское ядро не работает. У нас есть ядро C-TRAP. Сюда всё сварим, поварим. Возможно, маслокулер поменяем. Здесь уже установлен бошевский гур, который, в принципе, мы тоже сейчас стараемся на всех тачках использовать. Ну, и под капотом она на Якумастере Classic. Тут не очень всё достаточно аккуратно сделано, но, в принципе, для того, чтобы поехать, этого хватит. Так, в салоне здесь, на самом деле, особо ничего нету. Стоковая BMW-шная торпеда, какой-то едашек маленький, секвентальная тыркалка, ручник, пожарка. Вот она здесь установлена за водителем. Один всего лишь ковш, да и, в общем, всё. Аккуратненько в серой выкрашено. Сделан какой-то вот там вот подобие полика внизу. Здесь дверная карта такая с ручками, ремешками, поликарбонатовые стёкла. Дам, даже дверной карты нет. В общем, сзади аккумулятор, фаервол, радик также в багажнике и, в общем, всё. Всё это сделано для того, чтобы не заморачиваться, ехать и гонять. Что мне нравится в 36-м кузове, что на него достаточно много разных решений, как по подвеске, так и по обвесам, разные аналоги вайсфабов, киты установки 3070, ну, 3050Z-ных, точнее, редукторов. Он, кстати, здесь и стоит, но подвывает, какая-то там есть заплёт какой-то с карданом. В общем, с этим тоже предстоит позаниматься. Давайте посмотрим, что тут вообще в багажнике. Вот он, АДЖС-ный радик на вот этой вот гофре неясной. Мы стараемся такую не использовать. Стокбак и всё. Вентиляторы какие-то нормальные, спалы. Диффузор. Радик жирный достаточно. Самый жирный, наверное, АДЖС-овый. Расширительный бачок. Да и, в общем, всё. Небольшой башбар под домкратник. Всё по канонам. Тачка, на самом деле, ездила РДС и проходная некогда туда. Наверное, здесь заканчивается амалагация у ковша. Ну и, возможно, некоторые моменты а-ля ловушка кардана и что-то там ещё вот из последних лет. Сейчас там ещё в РДС много чего добавили. Короче, вот такая вот тачка. И самое интересное во всей этой истории, что поеду на ней я. Потому что моя супра ещё находится в процессе сборки. Давайте сразу покажу, что тут. Здесь плазма мэн, турбина переваренная, коллектор. Всё это потихонечку здесь подключается в салоне. Я уже не помню, честно говоря, что вам показывал, потому что достаточно давно выходили в эфир. Но в салоне кронштейны педалей, мозги, ПДМ, ручник, руль. Всё это установлено. Здесь также радиум, насос. Вот Тёма тут начал мастырить. Это уже было, по-моему, в прошлых сериях. Короче, она потихоньку собирается, но тупо не хватает рук, чтобы всё сделать сразу. И не факт, что мы успеем к первому этапу контеста на ней ехать. Ах да, поеду на ней я не в РДС, а к нам в контест. В принципе, чемпионат дорос до интересного мне уровня. Организация доросла до того, что я могу позволить себе поехать пилотом, потому что первые два сезона всё я делал в одно жало, грубо говоря, руководил гонкой, и не мог оторваться совсем от этого процесса. Сейчас есть люди, которые меня в этом подменят, которые подмогут. Мы находимся дома, ну дома в мече я имею ввиду. Можно спокойно прыгать в руль и мчаться. Если вкратце, то тачку надо обслужить, оклеить в новый внешний вид. У нас, кстати, уже готовится новая леврия по старым канонам, и под супру, и под эту машину. На ней также можно будет ехать РДС. Мы сделаем всё для того, чтобы она была проходная в РДС, на случай, если кто-то захочет взять её в аренду, либо у нас появятся спонсоры, я поеду туда сам. В общем, как я уже сказал, ADN Drift Contest, BMW E36 на GZ, передос. Вот просто посмотрите, я снимаю видос, и вот что за кадром происходит. Сколько всякого, вот вы видите это вот так, а я вижу это вот так вот. Это как, в каких условиях приходится работать. У нас сейчас здесь симулятор стоит, передос там в маске коня что-то лазит. В общем, ладно, будем заканчивать на этом наш выпуск. Не знаю, пока что получится из этого смонтировать, но надеюсь, вам понравилось. Так что ставь лайк, подписывайся на канал, и до новых встреч. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok